Добрый день! Наш сегодняшний блог будет о том, как важно относиться с уважением, не обижать даже очень далеких людей, которые к нам не имеют никакого отношения. А еще этот блог будет о том, до какой степени Всевышний наблюдает за нами вплоть до мельчайших-мельчайших деталей нашей жизни. Итак, приготовьтесь, это история с тремя как бы сюжетами, которые в принципе вроде бы не связаны один с другим, но на самом деле мы поймем в конце концов, как они связаны. Итак, эту историю сейчас во всем религиозном обществе растиражировал некто Рав Давид Клецкин, который является работником Хеврака Диша, то есть еврейского похоронного братства на горе Харазей Тим, масленичной горе, и на Гараминухот, горе Покоя. Вот он рассказывает такую историю. В начале месяца он на кладбище нашел такой флайер, рекламу человека, который рекламирует, что он занимается реставрацией памятников. В памятники приходят негодность из-за непогоды, времени, и вот он их реставрирует. И здесь есть фотография. Вот он показал, мы потом посмотрим, почему это важно. Вот как выглядит до и после выглядит этот памятник. Окей, до совершенно вообще ничего не видно, после очень четко написано, что находится на, как бы, чья это могила, все буквы каждая одна к одной, если называется. Окей, это вроде бы, ну, он взял на всякий случай, положил так себе в карман этот флайер. Может быть, ему, поскольку он работает с этим постоянно, понадобится, он эту информацию хотел сохранить. 26-го Ниссана. Дата очень важна. Был очень сильный дождь, и он после похорон какого-то человека, был весь грязный этот Равдовит Клецкин. И он вернулся домой, и прежде чем положить в стирку свои брюки, вытащил из кармана все, что у него было, и в том числе, так сказать, как бы, он вытащил эту бумажечку. И после того, как брюки он положил в стирку, он решил, так сказать, ну, то, что мы делаем обычно в этой ситуации, когда нужно положить в стирку какую-то одежду, мы начинаем перебирать. А все эти бумажки, которые лежат у нас по карманам, имеют ли они какой-то смысл, или их всех можно, так сказать, после, что называется, почета, да, аккуратненько выбросить в мусорку. И вот он перебирает эти бумажечки, и когда он их перебирал, это было 27-го Ниссана, на следующий день, да. 26-го Ниссана он был весь грязный, 27-го Ниссана, на следующий день, когда он решил, так сказать, как бы уже брюки в стирке, и он уже выложил, он решает, так сказать, что ему нужно сохранить из этих бумажечек, а что он может выкинуть. И вот он перебирает, и он натыкается на это объявление, на этот флайер еще раз, и прочитывает его еще раз внимательно. И вдруг обращает внимание, что на ней написана следующая вещь, что вот это вот памятник, который находится на вот этом флайере, на нем написано, что день смерти женщины, которая похоронена под этим памятником 27-го Ниссана. То есть, он уже, так сказать, находится в состоянии, что он получил напоминание, он видит 27-го Ниссана сегодня, и он читает, что же написано на этом памятнике. И написано на нем так. Итак, здесь похоронена женщина, которую зовут Итка Тойва, дочь Рава Довида по фамилии Шахор. Пусть память о ней будет благословена. И дальше написано так. Он задумался, поскольку не написано на этом памятнике, что это мама чья-то или бабушка чья-то, и не написано имя ее мужа нигде. Он сделал вывод, как человек опытный, что она была женщиной, которая спаслась от катастрофы, с одной стороны, но она умерла без потомства, поскольку как бы не... И он обратил внимание, что она умерла 27-го Ниссана 1971 года. Я сейчас сразу перевожу, потому что не актуальна дата еврейская, да, в 1971 году. И он понял, что, говорит, значит, сегодня 47 лет со дня ее смерти, и никто не прочитает по ней Кадиш, и никто не выучит по ней Мишнает. И он решил, ну, наверное, Всевышний специально дал мне это объявление. И я достал из кармана эту бумажечку, да, и должен был ее либо выкинуть, либо не выкинуть. Именно сегодня для того, чтобы что? Для того, чтобы я прочитал какие-то, поучил Мишнает, да, или прочитал Кадиш по поводу смерти этой женщины, дня смерти этой женщины. И он пришел, он хасид, карлинский хасид, он пришел в синагогу и прочитал после молитвы Кадиш по этой женщине, подошел к Рэбе, да. К карлинскому Рэбе, он, на самом деле, замечательный, очень интересный человек, очень яркий, про него нужно отдельно поговорить. Как-нибудь мы поговорим про Рэбе из Пинс-Карлин. И, в общем, он садится и говорит Рэбе, Рэбе вот такая вот, посмотрите, какая же Гахапратит, так сказать, Всевышний сделал такое индивидуальное наблюдение, я увидел это. Рэбе, конечно, тут же открыл Мишну и начал учить для поднятия души этой женщины. Ну, кто из хасидов, так сказать, смотрит, что Рэбе учит Мишну и не учит Мишну, все хасиды всей синагогой, так сказать, выучили Мишнает по поводу смерти, дня смерти этой одинокой женщины, которая вот так Всевышний сделал. Ну, он, поскольку, так сказать, как бы этот человек решил рассказать эту историю своим родственникам, и у него есть, как бы, такой вотцап, семейная группа, в которой он эту историю распространил. Ну, многие люди, так сказать, как бы про эту историю слышали, да, и он, так сказать, как бы решил понять, так сказать, как бы, а кто это, так сказать, что это за женщина, решил разобраться. Вот, и он, когда решил разобраться, когда увидел, что эта история, так сказать, она, как бы, все, многие люди про нее уже говорят, он решил позвонить вот этому человеку, который этот флайер разбросал, Гершеле, который чинит памятники. И он спросил у него, так сказать, а кто, собственно говоря, эта женщина, и почему-то именно ее памятник поставил на… Он сказал так, понимаете, говорит, я обратился к Раввину Бениамину Риммеру, он зять Раввеля Яшева, и, кстати, я с его сыном учился в Колеле, да, с вот этим сыном этого Риммера. И Равв Лимер сказал, что у него есть проблема, так сказать, да, чтобы показать у этого человека, который чинит эти памятники, у него была проблема. Он хотел показать разницу до и после, но никто не захочет, чтобы памятник его родственников был на рекламе. И нужно было найти, так сказать, какой-то памятник, который можно, так сказать, починить и поставить его на рекламу. Но он хотел спросить у Равина, можно ли такое сделать. Нельзя же спросить у этой одинокой женщины, на что этот Равример сказал, что да, у него была такая вот, как бы, она была его дедушке, то ли сестра, то ли племянница, да, и как бы, вот она умерла без детей, и он всегда ее ездил навещать, когда учился в днебраке в Ешиве, да. В какой-то момент она умерла в доме для престарелых, одинокая, и он говорит, ты знаешь, поставь ее фотографию, ее памятника, почему? Потому что вдруг кто-нибудь прочитает, увидит, и это будет что-то хорошее для возвышения ее души. Вот что, значит, Раввин сказал, да, и он сказал, и он, когда услышал от этого человека, который чинить памятники, что Равример так сказал, он тут же позвонил Равру Риммеру, нашел его телефон, он говорит, а Рав, вы знаете, вы сказали, вы понимаете, вы бы оказались правы, да. Вот это то, что произошло, так сказать, как бы, вот, 47 лет ее смерти, так сказать, да, вот я, так сказать, получил, и Равример рассказал ее историю, историю этой девушки, она вместе с родителями уехала из Минска, причем, когда ее брали, хотели арестовать отца, вроде бы, за какие-то там преступления, она прикрыла отца собой, так сказать, не дала НКВДистам отца забрать под арест. Она сказала, что я во всем виновата, почему-то ее не стали брать, он тут рассказывает, что там были какие-то проблемы с налогами, я не уверен, что Равример, так сказать, точно знает какие-то проблемы с налогами, она сказала, что это она сделала все эти проблемы с налогами, и папа ее ни при чем, в общем, она взяла все на себя, но ее почему-то не взяли, не стали арестовывать, и отца она, так сказать, таким образом смогла спасти. И когда они в какой-то момент переехали сюда, в Израиль, сестры ее остались в России, вернее, в Белоруссии, и они все погибли, когда немцы пришли, а они, так сказать, смогли уехать до того, как немцы пришли. Вот история этой женщины. Когда она, пока она жила в Ярушаламе с своими родителями, когда родители ее умерли, она работала в Тель-Авиве, работала фармацевтом в аптеке и оттуда, так сказать, не вышла замуж, состарилась. Потом ее вот эти вот родственники, так сказать, ее то ли двоюродного брата, то ли, так сказать, какие-то, они помогли ее, передали, она была в бетавод, и вот там оттуда она скончалась, вот, 27-го Ниссана, 1971-го года. Вот вроде бы история, так? Ну, он, так сказать, как бы это распространил тоже об этом информацию, и дальше следующий кружок этой, невероятный круг, так сказать, да, который замыкает эту историю. Через какое-то время ему позвонил человек, которого звали Аарон, этому мураву Довиду Клецкину, и рассказал такую историю, что с ним произошло 50 лет назад вот такая вот история. Какая история? Он был молодой бахур, да, парень, который зашел в аптеку в Тель-Авиве, и в аптеке в Тель-Авиве ему перепутали крем. Ему нужно было, так сказать, какой-то крем один, а ему дали другой. Он пришел домой, раскрыл тот крем, видит, крем ему не подходит. Он, например, хочет вернуться, ему говорят, ты не можешь вернуть, пришел в аптеку, ты хочешь вернуть, не можешь вернуть, потому что ты раскрыл упаковку, не принимают лекарства. Он позвал, говорит, кто был фармацевт, который, так сказать, это сделал, и вышла вот эта вот женщина, Това, да, он говорит, да, действительно, это была вот эта пожилая женщина, она была фармацевтом, который мне это продал, она перепутала, но она ничего не может сделать. Невозможно вернуть. Тот человек получил, второй человек, она одновременно давала двум людям, тот человек, который пришел, он пришел сразу, не раскрывая, а вы раскрыли, невозможно вам вернуть. В общем, он в сердцах крикнул ей, бросил ей этот, эту тюбик с этой пастой, и сказал, помажь это своим деть. И он даже тогда в тот момент не обратил внимания, что вторая фармацевт посмотрела на него с таким взглядом, да, а эта женщина повернулась к нему и ничего не сказала, и он развернулся и ушел. Через какое-то время этот Аарон обручился своей женой, и тут начинается история, да, он был женат много-много лет, 50 лет уже, да, и у него не было детей. Нет, не было детей. И он ходил, и он спрашивал у всех раввинов, не было детей, не было, не было, не было, не было, и он не знал, ему говорили много раз, так сказать, как бы что-то сделать, найди кого, того, кто тебя, так сказать, может быть ты кого-то обидел, да, и он не знал, не придумал. Короче, в какой-то момент он вспомнил про эту женщину, вспомнил про нее, и он приехал в эту аптеку, ему сказали, что она уже в Бейтавоту, она уже в доме престарелых. В какой-то момент он не поехал в этот момент в дом престарелых, когда он уже поехал в дом престарелых, сказали, что она уже скончалась. А где она похоронена? Он нигде не знал, ему только сказали, как ее зовут, имя ее отца в этом доме престарелых, где она похоронена, он не знал. Он поискал ее по кладбищам, поскольку она работала в Тель-Авиве, он не знал, что она похоронена в Иерусалиме, и он, так сказать, как бы отчаялся, не нашел. Через какое-то время, примерно лет 15 назад, вдруг у этого Аруна, он встал утром, у него лицо искривилось и голос испортился. Он был хазаном, кантором по молитве, и он читал Тору, и вдруг у него, он не смог, не смог выходить на улицу, все. И, в общем, короче, 15 лет он не знал, что с ним такое, что с ним происходит. И вот когда он услышал эту историю 8-го ияра, он понял, что это та женщина, и он теперь знает, куда поехать на могилу. Он поехал на ее могилу, собрал людей, попросил у нее прощения там на могиле, как написано в Шелхонорухе, снял ботинки и помолился на ее могиле, попросил у нее прощения. С чувством облегчения поехал на Котоль, помолился Минху, Майриев, со слезами, так, как он пишет, никогда не молился в жизни. В шаббат с утра он проснулся, посмотрел на себя в зеркало, его вот это вот паралич лица и голос вернулись и стали нормальными. Он пришел в синагогу, в синагоге читали какую главу, он не должен был быть в Баркоре, но чтец Торы заболел. Долго искали, две главы, кто будет знать, он единственный человек в синагоге. Он выходит, поднимается к Торе и читает Тору без подготовки, потому что у него есть его нормальный голос, у него есть его нормальное лицо. Какая глава? Умерли сыновья Аарона. После смерти сыновей Аарона. Это глава, которую он читает. Этот Аарон остался бездетным человеком, да? 50 лет прошло, так сказать, со времен его свадьбы примерно, да? Но у него лицо распрямилось. И он, так сказать, как бы позвонил этому Раву Клецкину и сказал, распространи эту информацию, да? Расскажи до какой степени одна фраза, так сказать. По крайней мере, сейчас эта женщина его простила, да? Поэтому он говорит, вот этот Раву Клецкин, говорит, не ждите, просите прощения сразу. Что интересно, да, что интересно, что он привел здесь объяснение Рамбома. Что Рамбом говорит, что тот человек, который говорит какие-то вещи другому, да, тем же качеством ему отмеряют, да? Это Мишна в трактате Перкеа-Вод, где написано, что когда Елель брал череп, который плыл по речке, да? Он говорил, тот, кто кто-то запустил тебя по речке, да? Этот череп, который плывет. На самом деле, тот, кто запустил тебя по речке, да? Его череп тоже пошлют по речке, так сказать, да? Как бы тот, кто сделал кому-то зло, это зло вернется к нему. И Рамбом объясняет, что то, как человек отмеряет другому, так и отмеряют ему. Получается, что этот человек, он сказал своим детям помашет умазь, этим самым он себе, представляете? Вот такая вот история. С одной стороны, история страшная, да? С другой стороны, эта история до какой степени у Всевышнего, смотрите, один человек, другой человек, листочек раскрылся. С помощью этого листочка смог этот человек сообщить, Равример, Равример Пасак, да? Что нужно это сделать, положить, поставить ее на именно ее могилу. И тем самым это распространилось, из-за этого дошла информация, из-за этого получили меч на йод. Из-за этого этот Арон смог прийти к прощению этой женщины. И, по крайней мере, мы все теперь лейлю нишмат для возвышения души этой женщины, которую звали Итка Таева Бат Рабдовид, которая осталась и ушла из этого мира без детей. Но весь этот усиление наше, что мы будем теперь стараться не обижать других людей, да? Это будет для того, чтобы Исройль Арон, чтобы у него, Бен Манчо, у него было все хорошо. И во имя возвышения души вот этой женщины, которая на самом деле научила весь еврейский народ теперь вот этому огромному уроку. Мы научились все, до какой степени важно не обижать друг друга. И как это называется? Играть с огнем, когда кому-то мы своими словами делаем больно. Это очень актуально, ведь период сферата омер, счет омера – это время, когда нужно исправлять отношения к другим людям. Именно из-за этого умерли 24 тысячи учеников Раби Акива, из-за которых мы соблюдаем траур, не стрижемся и не устраиваем свадьбу в этот период, который, в принципе, от Песха до Шивота, по идее, должен был быть праздничным периодом, полупраздничные дни, между Песх праздником и праздником. Мы должны были бы радоваться. Почему мы не радуемся? Потому что Торы не хватает. Почему Торы не хватает? Потому что ученики Раби Акива не относились с уважением друг к другу. И именно поэтому в этот период Всевышний послал нам эту историю, чтобы мы уважали и относились друг к другу больше. Большое спасибо.